И один, более смешный, на поле, и мы поставили после. Но это очень короткое. Делина, можете спросить, как много людей в Бостон-Баба-Процессии? Хорошо. Сколько людей поставили на протоколы? Хорошо, это хорошо. Хорошо, это очень хорошо. Это для видео. Это 0, когда есть много материалов, что мы вообще не видим ни мукоза. Это 1, когда есть материал, который укрывает только одну часть мукоза, но вы можете видеть другую часть. 1, когда содержимое укрывает только одну часть. Хорошо, это 2, когда мы видим все мукозы, но у нас есть еще одно материал. Оценка 2, это когда мы видим слизистую, в принципе, на большем протяжении, но все равно есть еще остаточное содержимое. И потом есть сплит с мови-препом, когда мы видим все мукозы, и нет ничего. Хорошо, так как это происходит. Это основная колонна, мид-колонна, трансферс-колонна, и затем эктосинмоид. И вы должны ставить от 0 до 3. Ну, и вот эти оценки нужно поставить по всем этим указанным отделам. Окей, So, what is important is that in a theory it is adequate whether it is equal or over than 6. But in practice you should not accept it as adequate if one segment is 0 or 1. So, if it is 0, 3 and 3 it is not adequate. То есть получается, например, в одном отделе 0, а в двух других по 3. В итоге получается 6, но это не адекватно. Окей, So, these are some tutorial, but this is, we don't have the video for 0, this is 1. Okay? I apologize, but... Caterina, can you run the video? This is very quick tutorial. So, here, this material, you can see part of it because, but you cannot see all of the material. Cesar, I'm sorry, which scale is more important for the routing practice? Why you use Boston, not... or Ottawa. I mean, I like Boston because it is simple and because it is after washing. And then it is very simple for any physician to understand because the lower is the worse, the higher is the best. With the Ottawa, you invert and it can create some confusion. Well, sometimes it's difficult to assess the quality of the preparation and the quality of the preparation. For example, to compare to regimes of preparation because after washing everything is prepared. Yeah, I mean, in that case, you should use the time for washing. but from clinical perspective what is important is after washing. I mean, as Valentina was saying for surveillance after washing. Before washing is for research. What is the best laxative? I would use before, but for clinical I would use after. If you could please I would use a question about the why the professor wants to to use the scale. He said he is already after the we have done the 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 Это по Бостону 2. Вы можете практически все очистить, но это не на 100%. Мы можем практически все аспирировать, но не на 100%. Чезарь, извините, но это большая разница между экспертов и не экспертов в использовании Бостонской скалы. Потому что в экспертов центрах эндоскописты имеют водопадную плату, и это легко убрать и убрать поверхность. В не экспертов центрах докторам нет возможности убрать. Но вот вопрос все-таки об этом отмывании. Так как в экспертных центрах имеется водяная помпа, которая позволяет очень хорошо провести отмывание стен, а в обычных клиниках, не ты Бог, и нет, поэтому отмывание очень сложно. Поэтому вот как оцениваете опять-таки вопрос по мозговской скале? Но я думаю, что первая ответа – это использовать сплит. Потому что когда вы используете сплит правильно, уровень иналикадной подготовки так низкого, что разница между экспертов и не экспертов будет минимизна. Что бы быть ужасным, если не экспертов центры, без пампа, не использовали сплит. Но вот ответ такой, что если вы используете сплит режим, то есть двойную подготовку, то неважно, экспертный центр у вас или нет, есть помпа или нет, подготовка изначально будет хорошей. А если в не экспертном центре используют неправильную подготовку, то это ужасно. Спасибо большое, это очень важная ответственность. Спасибо. Теперь мы можем начать с видео, чтобы отмываться. А можно прекрасную вирусеру отключить? Помните, что нужно отмываться с правой колонной, мид-колонной, лев-колонной. Так что вы увидите видео с 3-суб-видео. То есть надо будет нам с вами оценить правую, левую и н. И личную. И будем сейчас с вами оценивать. Итак, первое видео. Очень красиво. Катрин, can you hear that? Водяная помпа здесь тоже не с ними поможет, или потребуется полдня на это. То есть мы оценивать должны в 3 отделах. Это уже средние отделы кишки. И вот уже левый отдел, то есть третий отдел уже идет. Ну, то есть надо оценить качество подготовки и проголосовать. Теперь мы можем голосовать. То есть сначала в правом отделе. А, еще когда, как раз говорит, почему легко использовать гостровскую классификацию, потому что считать тоже просто, чем выше, это означает, что тем лучше подготовка. Кузьмин, is it frequent in your practice to have very poor preparation languages? Вопрос профессора к нам. Часто ли мы сталкиваемся с подобной подготовкой, которую, то есть неотократной подготовкой? Мы проголосовали. Ну, вот профессор согласен, что это нолик. Правая, а нет. Следующая. А, это, мне кажется, картина та же самая. Следующая. Нет, я понимаю, но написано центральная отделка, конечно, ободочная, а у меня допущение, что это все-таки та же восходящая, вместе с заслонкой. Это просто как-то как ли как-нибудь. Спасибо. Теперь левая половина кишки. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо. Следующий пример. Спасибо. 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 Мы проголосовали это как последний? Спасибо. 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 Спасибо.